Ему домой, и они кушали, общались и так далее, и так далее. Помните, что сделал Закхей? Он встал и сказал, Господи, если я кого-то обманул, я в четверо, да, по-моему, в четверо воздам. Половину вовремени раздам нищим четверо. Если я кого-то обманул, в четверо воздам. Иисус стоит и говорит, ныне пришло спасение в дом всему, ибо и этот сын Авраама. Вопрос. Иисус сидел с ним рядом, делал какое-то невероятное учение о сердце, о служении, о покаянии и так далее, ничего подобного. Просто был другом. Был другом. Пришел к нему, к грешнику, к мытарю, вот этот пришел общаться. Кушали они там и так далее. Фарисеи говорили, вот, смотри, сидит и так далее. Этот встает за Хеей. Что его так тронуло? Нравоучение, учение. Сердце. Братья и сестры, я бы так хотел, чтобы я лично, и мы все, страстно желали что-то делать для Бога, как этот Закхей. Почему? Потому что Закхей что-то понял. Самое главное, Иисус пришел к нему не нравоучение читать, а дружить, служить. И это и произошло. Аминь. Эклисиас 3, 11, последний стих. Все створил он прекрасным в свое время и вложил в сердце человеческое вечность. Но не может всего постить человек то, что Бог вершит. Знаете, в сенатальном периоде написано, вложил в человеческое сердце мир. Но на еврейке это слово вечность. Почему вечность? Человек сколько бы не достиг чего, чтобы как бы он не был успешен, не будет удовлетворен. Никогда. Мой друг является шестикратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы. В Думе там много общения. Ну короче всего. Я пришел к нему в Дум, а у него есть такая комната, на комнате написано такими большими буквами, почти как золотыми. Комната славы. Ну это его комната, все его победы и так далее. И знаете, мы подошли, и он дверь открывает и говорит, Серега, что ты стоишь? Комната славы. Ну нет, это склеп. Я говорю, не понял. Это склеп. Я живу тем, чем когда-то жил. Я просто сейчас, просто живу. Нет будущего. У него все есть уже. Но живет он победами, успехом, который был когда-то. Знаете, Иисус сегодня, вчера, сегодня и во веке один и тот же. Нас ждет еще величайший успех, если мы будем сегодня видеть Иисуса, который служит нам. Дорогие братья и сестры, я желаю всем нам иметь настоящий, истинный образ Бога. Спасибо. Спасибо. Спасибо.